Малахиты, платину и леса дремучие, лишь бы брали правильно и сибирь не мучили. Так, здравствуйте, друзья. Сегодня у нас 21 октября. Расставил снег, вернулась осень. Вот, и мы в моем саду очень быстро, учитывая, что фильмов по стране про садоводство сотни тысяч и миллионы, мои там теряются, просмотра мало, а еще и своих у меня несколько тысяч. И получается, проходит совсем немного времени, и приходится повторять одно и то же, потому что уже там посмотрели 300 или 500 человек, и тишина, больше никто не смотрит. Проходит недели, месяцы, ни одного просмотра не добавляется. Тогда я повторяюсь еще раз. Итак, было пусть поздновато, но замечено, что я теряю грушу, вот эту грушу. Она была привита на уссурийскую грушу. Это шикарнейший сорт, вот, осенний, прекрасный сорт. Вот, и что-то тут написано, вот она, две берки. А что там написано? Ну, что-то написано. Какой именно сейчас мне не интересует, а интересует то, что я мог потерять не просто этот сорт, а два сорта. Видите, вторая берка, там написано Бураковская, и вот прививка Бураковская, вот она. Довольно прекрасная прививка, удивительно, что она обогнала даже родные прививки. Так, нет, все-таки я хочу посмотреть, что за сорт-то такой. Эх. С чем его едят? Космическая, прекрасный сорт. Вот, из моей первой десятки. Так, посмотрели, повесили берку обратно. А вот эта Бураковская, это считается красномясом. У меня таких все не было. И она еще умудрилась обогнать другие, а то получается, что она не просто 100% прижилась, культурная-культурная, но еще и обогнала ее. Это большая перспектива. Придет время, я оставлю здесь примерно. Вот она, прививка. Вот отсюда, вот. И оставлю здесь вот столько. Вот здесь отрежу. Раз, два, три. Ну, я не люблю брать, да, не то, что с верхушки, даже середины. Ну, три черенка я привью на другие, чтобы этот сорт как бы закрепить. Чтобы не молиться на одно дерево. И дождаться плодов, дай бог, 75 еще мне нету. И то будет скоро. Поэтому я еще на что-то на рассчитываю. Теперь так, как я чуть не загубил. Однажды я обратил внимание, что основание начало гнить. А почему? А здесь целый ряд был этих. Вот между постоянными деревьями из-за экономии места были распаханы земля и посажены. Вот тут буквально сотня этих было, полсотни груш, привитых на продажу. А эта аста, вот, раз она в междуряде, ну, оставили ее. Вначале ее никто не покупал, потом я сказал себе, да пусть себе растет. Конечно, скоро она мешать будет, ей будут мешать. Вот видите. Ну, до этого я должен испытать этот сорт. И так, начал гнить основание. Тогда я еще учил своего внука, говорю, Тимаша, бери лопату, Тимаша мне прокопал, раз она гнила, а она даже на ровном месте гниет, потому что груша очень слабая на выплевании. И тогда он прокопал канавку, вот она, вот она, вот она. А там уже низина. То есть все, здесь больше застоя не будет. Теперь можно надеяться, что она проживет, учитывая, что она уже подпорчена, посадкой не на холм, не в ямку, даже на ровном месте уже опасно. И таким образом мы с вами увидели перспективу. И мы с вами увидели, что, как надо спасать груши. А у меня сегодня вебинар. Я там покажу, как человек откопал. Он еще умудрился. Это ладно. Сергей садил, Сергей привал, у него все прекрасно, и корневая шейка там, где ей положено быть. Итог не это. Посмотрите, что делалось. Когда она даже под снегом начинает гнить. Поэтому еще раз. Сейчас я устану. Я тут расселся, понимаешь. Покажу вам, как я сажаю на холмы. Ну, где тут показать образцовый? Образцовый какой-нибудь. Сейчас. Вот. А потом, вот она, посадка на холмы. Это один из лучших моих сортов. Видите, холм ярко выражен. А когда он растет, у него корни начинают увеличиваться, выпирают землю. И теперь холм продолжает расти уже сам. Спасая дерево от выпривания. Чем старше дерево. Посадки 15-го года. Потому что я в 15-м году это часто купил. Вот. И в результате этим деревьям обеспечена долгая-долгая жизнь. Вот эти вот. Теперь. С этим разобрались. Почему здесь лежат вкуснейшие яблоки? Смотрите. Ради семян я был вынужден. Вынужден был прекрасные яблоки. Прекрасные. Хотите, я сейчас ее на ваших глазах съем? О. Прекрасные яблоки вынужден был гнаить. Ради семян. А то некоторые думают, что мне семечки бесплатно достают. Нет, это не так. Это потеря сотен килограмм прекрасных яблок. Вот. Гную я обычно до такого состояния. Видите? Ну, что еще показать? Итак. Вот эта груша разлапистая. Она уже постепенно начинает умирать. Вот. Она давала урожай. Вы видели, тут это и есть космическая. Вот. Груши должны расти вертикально вверх. Это их природная особенность. Или почти вертикально. Тем не менее. Посмотрите, какой страшный ствол. Я делаю кустовинную форму специально. Теперь по... Я уже повторяюсь, но не зря. Я говорю, раз просмотр, больше нет. А фильм такой снимал несколько дней назад. Все, больше просмотров нет. Надо повторяться. Ради тех, кто и молодежи садовой. Не важно, что там 50 лет молодежи или 70. Вот. Последний он ко мне обратился за советами. Те, который представился. Закончил сверхурус. Я биолог. Но приходится подучивать, потому что он, как бы сказать-то, не приверженец, а жертва стандартного воспитания садоводческого. И вот получается, это воспитание говорит, берем и начинаем раскорячивать эту грушу. Я ее раскорячил намеренно. В таких случаях по штамбу течет вода. Посмотрите на этот ужас. Груша сопротивляется. Она дает вот эти вот боковые побеги, как называют жарующими лыжками. Их терпеть не могут. Это страшная ошибка. Вот. Страшная ошибка. Но у меня приверженцев в тысячу раз меньше. Чем у тех, кто имеет подписчиков миллионы. Это миллионы обманутых людей. Итак, если бы я ее не раскорячил с помощью специальных обрезок. Для того, чтобы она давала бесконечные ветки. Но она все равно хочет расти вверх. Видите? Сколько дала веток после моих обрезок. И все равно, я их все равно использую на прививку. Больше не вертикально. Но это не вертикальный побег. Многие считают и правильно говорят, что верхушечную ветку не надо брать якобы. А они все верхушечные по неволе. Задача этой груши вернуть вертикальную форму, максимально защитить штамп от вебревания. Видите? Не бог растет. Именно груши. А вверх растет. И тогда получается следующая картинка. Я гроблю дерево. Специально укращаю века ради того, чтобы оно давало. Боковые ветки. Но боковые ветки, они не настолько боковые. Они все равно лезут вверх. Лезут, лезут, лезут. Почему этого не знает наука? Я прямо говорю, она этого не знает. Если кто-то знает, то кто-то от меня и слышал. Короткий век, короткий век. Человек в 15-м году. Я этот участок в 2015 году его только купил. Как они стремятся вверх вертикально расти. Видели? А эта особенность, что это их природная особенность. И она боится влаги, как огня. Извините за такое интересное сравнение. Груша боится влаги, как огня. То есть, ей все равно от чего, от огня погибнуть или от выплевания. Вот. Еще раз обойдем дерево. Как этого не замечают? Почему я назвал свою науку, свою железовскую, громко сказал, наука. Альтернативная наука, особая наука, новое садоводство. Потому что десятки, сотни таких вещей наука не знает. Не заметили. Вот так бывает. Смотрели, смотрели и не заметили. Десятки, сотни лет смотрят и не замечают. Они осветляют, она еще загущается. Они осветляют, она еще загущается. Ну ладно, ради дела, ради того, чтобы вот эти ветки вы могли купить и получить шикарный сорт с помощью прививки. Или Сергей нарежет, привьет и сотню-две саженца вам продаст. Конечно, сотня-две шикарных этих сортов саженцев на всю страну. Это смешно, конечно. Но это факт. Пойдемте еще к какой-нибудь груши подойдем. Ведь это не случайно. Эту грушу тоже использую, как маточного дерева. Видите? И все-таки, ну так она норовит вверх всей толпой. Так она норовит все вверх. Видите? Как этого не понимают? А как она быстро, вот учитывая, что теперь ее поливает вода, и по штамму дечет вода с неба, посмотрите, это ужас этот. Во что превращается? А кто виноват? В данном случае я виноват. Мне нужны были ветки на обрезку. На отрезку, так можно сказать. Вон они, глядите. Видели? Вот. А она тут же загущается. И спасает дерево. А мы калечим. Видели? Еще показать грушу. Хватит уже. Я тут на том участке показывал. А поэтому я решил, пусть еще будет один фильм. Тот уже не смотрят. Все. Посмотрели, намотали на уст. Там человек 200-300. Всего лишь. О, груша. Помните выражение? Груша нельзя кушать. Кушать нечего. И вы что думаете? Я ему специально эту форму придавал этой груши. А? Я ей придавал эту форму? Нет. Даже то, что я. Смотрите. Там, где вы видите ранки. Вот она, ранка. Вон. Синеется. Видите? Это я отрезал ветки не просто так. Не для того, чтобы загустить или осветлить. Нет. Я брал веточки. Вон. Смотрите туда. Внимательно видите? Как показать, чтобы вы поняли. Несмотря на то, что я брал эти ветки на прививку. Вот. Смотрите внимательно. Видите? Торцы торчат. Раз, два, три, четыре и так далее. Вот. А они все равно вверх лезут. И тогда придумали. Я на вебинаре буду показывать. Не только на вебинаре. Других фильмов. Раскорячивают. Зачем? За что? Они же не понимают смысла. Ему же фильм сделали. Гонорар получили. А то, что подставили людей, которые не знают, что при этом... Она еще быстрее начнет сгнивать. Вот. Это тоже начнет сгнивать. Я вам обещаю. Вот. Вот это вот. Кстати, обратили внимание. Вот это и есть. Вот это и есть место прививки. Вот отсюда, с этого места вверх, пошел новый сорт. Какой? Ах, хрен его такой сказать. Хрен его знает. Бирка где? Нету бирки. Ничего, заплодоносит, разберемся. А! Что там разбираться-то, господи? Это же этот самый... Гигант Подмосковья. Если бы на нем сейчас висели груши, вот. Я бы вам рассказал бы, как я раздобыл. Спасибо московской садоводу Мараховской, моей старинной подруге. Т.Т. Но это все в другой раз, когда я буду угощать грушами, чтобы вы видели, какой шедевр она мне прислала. А пока вот, любуйтесь. Итак, что мы имеем? Мы имеем грушу, которая стремится в небо, стремится защитить свой штамп. Видите, пока чистый. Видите, он еще чистый. Возвращаемся, где мы были. Вот. И не только это, еще дерево покажу. Нету, че? Вот. Возвращаюсь. Итак, все, что выросло вторично, это есть. Как бы еще вас отучить от слова жирующие? Жаль, что не могу отучить тех, кто уже повторяет это лет 30-40. Очень жаль. Очень жаль. Вот. Не жирующие они. Надо знать их природу. Вот этих вот. Они выросли не из почек, они выросли из клеточного материала. Клеточный материал растет с нуля. Почка, допустим, на жестовом дереве. Год-два и плодоносит. А клеточный материал, это у него ювенильный период. Это как бы с нуля, как бы с зернышка. В каждой клетке есть зернышко. В каждой клетке есть зародыш, почки. Ой, ну да, можно сказать, даже почки. Есть зародыш, из которого вырастает настоящее дерево. Вот. А раз с нуля, значит, ему надо время. И вот не дождавшись эти два-три года плодоношения, на ней поставили клеймо на этих ветках. Жирующие. Мне так хочется назвать несколько фамилий громких, знаменитых. Сказать, подумайтесь, ведь не может быть, чтобы вы не видели этого всего раньше. Моих фильмов, чтобы вы совсем не видели. Ведь тогда как кто-то спорит с вами, говорит, а вот железов считает, что они не жирующие. Это новая крона, взамен вот этой. А что, нет, что ли? Нет, что ли? Я фактически угробил дерево вот этими обрезками. Резал, резал. С него сотни веток взяты на прививку. Результат, видите? И до самого основания, вернее, от самого основания гнилой штамп. Я все призываю, 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 призываю. Что вы думаете, вот эти жирующие, вот они жирующие, жирующие. Внизу, вот, а теперь они же, вот они. Они что, плодоносить не хотят? Я клянусь Богом, что вот здесь вот, вот здесь вот. Там мы ходили с вами, и вы видели, я здесь собирал груши и угощал вас. Это сорт космический. Вот же они. Плодоносит же, плодоносит. Эта ветка получилась немножко невертикальная. Вот видите? Вот она. Почему она невертикальная? Ей не было, ей было тесно, ей было темно, она пошла вбок. И сейчас она прекрасно плодоносит. И все равно потом она дает, какие побеги? Вылез на свет Божий. Она дает вертикальные побеги. Я ничего с вами, я голову вам не морочу. Вертикальные побеги. Их задача растение Бога вверх. Вон и сколько вертикальных побегов. Вон и сколько. Ничего нельзя, природу груши справлять нельзя. Не смейте. Не мешайте им расти вверх. Ой, хорошее слово. Вот они. Видите? Это что сам побег? Пошел Бог, потому что ему темно было и тесно. Но стоило вот сюда попасть, и он дал вертикальные побеги. Глядите внимательно. И не вздумайте их отрезать. Не вздумайте, не верьте никому, кроме железа. Уже и так говорю. Вот. Им сам Бог велел расти вверх. Это их особенность. Она вырабатывалась миллионы лет. Миллионы, миллионы, миллионы. Потому что место, где они произрастали, где они становились именно сортом, устойчивым. Это отсутствие дождей. А значит, потом, когда перевозим в места, где много дождей, там они гниют. Вспомни Москву. Сколько я рассказывал про это. Сижу в Москве у телевизора, в гостях у Мараховской. Четвертый год в Москву заливают дожди. Приезжаю в Темляевскую академию. Все гниет. Все в парше. Все яблоки в парше. Груши. Все в парше. Сколько лет боевали за то, чтобы они, эти яблони и груши, были без парши. То есть, были устойчивые парши. Ни хрена не добились. А я вам уже сказал, как. Жалко пошла последняя минута. 40 секунд. Я вам сказал так. Приезжайте, питомник, железный Сергей. Дожди идут сейчас. Вот каждый день приезжаю, бочка с водой полная. Опять был дождь. Выбирайте у него привитые груши шикарные, на которых нет ни капли этого парши. Все. И вы привезите в Темляевскую академию. Вот и вся селекция. И не морожите людям голову, что надо груши раскорячивать. До свидания, друзья. Я опять заволновался. Груши раскорячивать. Ну, для этого вебинар увидите. Сегодня вечером. Или уже увидели. Потому что откуда я знаю, когда мой брат смонтирует этот фильм. Ваше. 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 Ваше.